ну вот друзья вчерашний собранный щавель хорошо перемыла оставила в холодной терраске на ночь кстати очень удобные вот эти ящички по весне покупала в светофоре по 10 рублей в них хорошо и мыть они как сито в ванну опустил помыл поднял все стекло на ведро поставил или еще на что-то и вся вода стекла 10 рублей не деньги а такое удовольствие конечно они хрупкие они ломаются ну и стоит они 10 рублей вот вчерашние помидорчики положила на солнышко у нас это солнечная сторона с утра вот они уже начали спеть вот всего лишь ночь побыли и уже видите уже начались печера не были не такие опять же в этом ящичке вот сейчас этот щавель немножечко у меня подсохнет про стерилизую баночки банки я стерилизую в духовке спасибо вам громаднейшие за подсказку просто оставлю переворачиваю вверх но на решетку холодную духовку включаем на 100 градусов на 5 минут и все готово иногда на дно духовке наливаю водички но это совсем не обязательно и сухая стерилизация тоже подходит вот хочу закрыть этот щавель холодным способом сейчас у меня на плите кипит поставила водичку кипятить вообще можно заливать холодной водой родниковой но если вода так скажем вы уверены в ее качестве у нас не могу сказать что плохая вода я переехав сюда не пользуюсь фильтром поняла что он личный личные он лишние и она и так хороша вода но она очень жесткая у нас осадок конечно в чайнике появляется быстро но она не воняет хлоркой вкусная вода но решила не рисковать вот закипячу остужу ее холодной простерилизую баночки в духовке порежу щавель как на борщ и просто положу плотненько в банке залью и холодной водой кипяченой и закатаю поставлю в погреб так я еще не закрывала попробую а это наш поедатель щавля как же он любит его вытаскивать вот 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 и пошли таскать по всей кухне да и пошли таскать и потом я захожу и вот он достал один но ему мало сейчас он достанет еще и целая дорожка из щавля будет по всему дому это просто что-то сейчас солнышко зайдет я переставлю закрою его в другой комнате этот щавель чтобы он его не таскал моня как же ты любишь это делать ну вот если бы ты это ел так ты же просто растаскиваешь да 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 сейчас надо второй вытащить кстати друзья вот эти тазики светофоре по 135 рублей конечно они тоже плохое качество хрупкие ну и салаты в них можно мешать и стирать можно в общем для всего универсальные купила и не жалею в общем моя задача сегодня закрыть вот этот щавель у нас пришло бабье лето за окошком посмотрите какая красота я может быть сегодня даже выйду помою окна с другой стороны ну потому что очень очень тепло перед зимой чтобы были чистенькие может быть это последние денечки когда стоит вот такая температура ну сейчас на солнце мы видим 33 градуса этот градусник врет на 4 градуса значит где-то 29 но это на солнце но так все равно комфортно можно вполне себе одеться не очень тепло и сходить наконец-то в магазин я вчера так и не не сходила в магазин вообще не люблю это дело честно говоря ходить по магазинам соседи мои пошли вот но надо надо уже сходить все у меня уже остался один кусочек хлеба кстати вот этот хлебушек очень люблю сытные семечками нарезной очень вкусный хлебушек вот сегодня его еще куплю но не дешевый по моему 43 рубля и вот эти конфетки очень вкусные добрянка друзья кто не пробовал попробуйте такая нежнятина они очень часто у нас по акции бывают в магните 43 рубля 100 грамм 430 килограмм вот в общем такие вот планы на сегодняшний день теперь маруся пришла посмотреть что здесь происходит вот кто о чем я вам говорила уже этот щавель на ковре а это вчерашний щавель он уже засох то есть ты вчера уже дорожку себе выложил да уже вчера выложил это мамочка не увидела а это вот новый щавель и вот так вот у нас весь дом вот этой хитрой толстой мордой украшается кстати монет уже вот 8 октября когда мы привезли мебель в дом загрузили ее а потом пошли на автобус и поехали в москву то есть нам разрешили просто выложить мебель здесь разгрузить и все и мы поехали и вот возле аниного дома мы решили попить чайку и встретили там монку у нас был остался из яснова плавленый сырок я угостила монечку сырком и он благополучно отправился с нами в москву посмотрите какой котяра вырос это мой любимка сейчас не не скрою своих чувств это действительно сейчас мой любимый кот он очень ласковый его позовешь он идет вот очень преданный и обозначил он меня хозяйкой естественно ну поешь 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 явля маруся ты тоже в кадр хочешь попасть да вот так что мы поехали в москву а потом уже когда более-менее я здесь обосновалась лёшек нас привез всех тогда на тот момент монка кузьма и пуся все приехали сюда так что моню я считаю еще и домовым потому что домовые часто являются в образе кота ну я так я так думаю но уж очень так обстоятельства совпали что мы мебель привезли в дом и тут же появился монечка правда на тот момент это была монечка я думала что это кошечка уже по приезду сюда они посмотрела на эту монечку и говорит нет мама это не манечка это монечка ну и тут вообще все пазлы совпали это наш домовой кстати о домовых это домовой матвей он не приснился во сне и сказал что его зовут матвей а это берегиня вы помните что эту поделку я делала еще в москве как еще дом не был куплен но уже мы его присмотрели и вот он живет у нас здесь под крышей дома здесь у нас вот люк на чердак это я просто поставила стульчик и залезла чтобы вам показать вот с высоты сейчас показываю эту полочку я сделала вот здесь над входной дверью и чтобы задобрить домового него там лежат конфетки у него здесь стоит кусочек торта и вот он этот домовой сделала я его из банок если найду видео может быть кто-то заинтересовался вы можете своими руками сделать вот такого красивого домового в лаптях с мешком кстати там у него монетки вот звенят это две коробки обмотанная джутом две баночки в них тоже можно что-то хранить это как и шкатулочка здесь очень просто и легко так что еще вам одна идея для вдохновения но и для привлечения в дом вашего домового хранителя вашего дома здесь у меня также стоят лампы которые я нашла в нашем волшебном сарае они меня очень выручали весной я обогревала этими лампами теплицу для кого-то это был хлам я помню такие злые комментарии которые люди писали что вы нам показываете всякий хлам из сарая для вас это хлам а для меня это история это и раритет этого дома и стиральную доску я тоже нашла и вымыла и до сих пор на ней стираю уже целый год особенно вот кухонное полотенце чтобы не запускать машинку очень очень хорошо отстирываю а для кого-то это хлам но не для меня вот еще хочу найти треснуло стекло с летучей мыши да и на этой лампе не было стекла хочу найти может быть вы мне подскажете где купить эти стекла на лампы куда не сунусь везде только с лампой ну то есть лампу можно купить и они не дешевая а мне нужно всего лишь стекло вот где его купить я не знаю марусечка пришла ко мне и так интересно с высоты птичьего полета шпулечка пришла кстати друзья у меня идет разделение мусора в ведре у меня органика всякие очистки шелуха а вот в этом пластиковом контейнере там пластик то что я выбрасываю на улицу конечно то что из ведра идет в компостную кучу ну а это в мусорный бак очень удобно так случилось что там у нас на кухне вот эта дверка 30 сантиметровая не очень туда удобно лазить да и я там недавно наводила порядок выбросила туда все и поставила какие-то крупные вещи там и барбекюшницы которые редко используются и вот большие кастрюли стоят которые куда-то нужно девать вот а так поставишь мусорное ведро и все больше туда ничего не помещается вот она красавица уже улеглась да вообще она любит спать на этом столе стоит возле стола это я просто лазила наверх вам показываю это ее любимое местечко шпулькина друзья что еще хочу сказать в этом году мы уже сделали профилактику нашего котла который спрятан за вот этой панелью нашла я местного мастера здесь не стала вызывать пашу из липецка потому что ну очень очень дорого я у него спросила сколько это будет стоить но только так говорю по чесноку скажи мне он говорит но около десяти тысяч я посчитала что это очень очень дорого но потому что ему ехать далеко это считай 100 километров туда 100 назад понятное дело гонять машину бензин если уж что-то сломается в котле пока не должно то конечно же я буду вызывать его но а профилактика почистить посмотреть это такое дело в общем нашла здесь местного мастера он пришел посмотрел сказал что у нас все хорошо что был хороший мастер этот паша все настроено у вас немножко почистил его и взял всего за это тысячу рублей так что я довольна сейчас вот солнышко и дом очень прогревается хорошо именно солнышком и я выключаю отопление вообще еще что-то на плите там готовится и конечно же отсюда идет тепло вот поэтому днем я отопление выключаю а вот на ночь где-то в часов 10 я его включаю вот в чем прелесть частного дома вот такого индивидуального отопления вы можете сами регулировать когда вам надо включили когда надо выключили но опять же все расходы если что-то сломается это конечно же лежит на вас купить котел новые поменять что-то это тоже друзья очень очень дорого поэтому с одной стороны хорошо с другой стороны тоже все равно вы тратите деньги у меня у они вы посмотрите что он делает он опять продолжает таскать включили отопление по моему в конце сентября и топят так что она говорит мам я не могу я открываю все форточки и не могу даже уснуть такая стоит жара и ничего же не сделаешь но это если только ставить радиаторы которые могут регулировать отопление но там у нее стоят старые чугунные батареи и нет возможности их поменять так что вот фанечка мучается в том плане что сейчас очень очень жарко там у нее дом где-то 50 сантиметров да нет какой 50 наверное все 70 сантиметров толщина дома кирпичный дом старой просто постройки он очень очень теплые без того да еще и вот так вот топят так что мне хорошо включила выключила главное следить за котлом чистить его и я думаю что все будет хорошо так вот вот этот мастер который приезжал к нам для профилактики котла он рассказал историю я ему говорю моя я вас что-то не помню он по телефону мне говорит а это вот тот дом я у вас был у вас же там с электричеством что-то не в порядке было я говорю да нет все нормально у нас с электричеством вот а потом я поняла что этот мастер был еще когда только устанавливали этот котел и тут действительно была проблема с электричеством что-то там напутали фаза земля и может быть поэтому этот котел и как-то странно вышел из строя но это опять мои предположения тайна покрытая мраком естественно об этом не уже никто не расскажет ну что мы устранили эту неполадку обошлось мне это около более 20 тысяч рублей там было были заменены и детали по моему вентилятор причем не от протерна от вайланда тоже котел немецкое качество немецкий он дорогой вот еще что-то там паша менял ну в общем все все решаемо все как бы это сделали вы мне там писали тоже лена пока еще год не прошел но это раньше вы писали уже скоро год пройдет до покупки дома предъявите там требования к покупку к продавцу ну что он продал вам дом у вас вот там крыша течет это все можно вернуть и деньги на устранение друзья ничего я этого делать не буду во первых это нервотрепка это суды это деньги нам проще устранить это и забыть кстати крыша пока там ну мы как бы уже поняли в чем причина течи посмотрим как это зимой еще будет а на следующую на следующий год весной или летом мы просто мы знаем как это уже устранить даже крышу разбирать не будем там просто нужно вскрыть потолок убрать то что там под пластиком на потолке а там прокладка обычная а там должна стоять влагонепроницаемая мембрана она дорогая конечно же здесь сэкономили и вот результат это все сделаем не знаю сколько обойдется это столько и обойдется но ни по каким судам я бегать не буду все друзья заболтала я не знаю что нибудь еще сниму для вас или нет нужно ролик 20 минут я думаю что вы приятно провели время со мной я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена сетникова и наш нонька